Проект «Третий возраст» выходит на республиканский уровень. В этом году открывается его уже четвертый сезон. Обогатится программа, появятся новые направления и формы обучения. Что нового получат участники, знает Таисия Шляхтина. От азов компьютерной грамотности до изучения языков юриспруденции, от танцевальных мастер-классов и до юги. Сыктывкарский проект «Третий возраст» разрастался каждый год, начинал с шести факультетов, теперь их 30. Новые направления этого года – цигун, суставная гимнастика и скандинавская ходьба. Список языков, которые можно изучить, тоже пополнился. Помимо коми и английского появились немецкие и французские. Такой богатый выбор привлекает все больше активных пенсионеров. В этом году уже 1400 заявок. В основном о проекте узнают от своих знакомых. Самые продвинутые получают сообщения в соцсетях и по электронной почте. В ближайшее время информаторами станут и платежные терминалы, в которых появится специальная кнопка. У нас буквально в эту пятницу состоится уже тестирование. И данная кнопка, наверное, со следующей недели уже заработает. Где участники проекта могут в любых магазинах, на платежных терминалах нажать третий возраст. И, соответственно, получить распечатку с расписанием занятий. Того факультета, которого он выберет. А их порядка, как я уже говорила, 30. География проекта тоже расширяется. Уже на этой неделе будут проведены пробные видеомосты с муниципалитетами республики. Подключаются даже другие регионы. Мы переходим сейчас в режим вещания через видео и селектора. Когда посредством телекоммуникационных возможностей лекторы из города Сыктывкар, это выдающиеся, талантливые люди, люди, которым есть что рассказать. Которые умеют красиво изложить нужную тему. На всю республику рассказывают, ведут свои лекции. Эти лекции абсолютно по разным тематикам. Это и религиозное просвещение, это и языки, это и предпринимательство, это и психология. Одними видеомостами единороссы не ограничатся. В глубинке не всегда есть возможность выйти в сеть. Поэтому в районах уже подбирают кадры активистов, которые на местах готовы вести занятия по тем или иным направлениям. Своеобразный университет со своими факультетами и группами нашел колоссальный отклик аудитории. Представители третьего возраста сами проявляют инициативу предлагают новые формы обучения. Поэтому в будущем проекта уже сейчас можно не сомневаться. Таисия Шляхтин, Олег Жуковский, телеканал Юрген, Сыктывкар.